Ребятки, всем привет! Всем привет! Легким движением звонка мы превращаемся из Герасима Михаила в Чипы Дэйла. Ай, спасите, спасите! Моя бегемота утонула в болото! Короче, я вам все потом позже расскажу, когда туда приедем. Сейчас идут сборы механической части. Мишаня собирает вездеход, и мы на Прёше поедем доставать бегемота из болота. Я, ребят, собираю все то, благодаря чему мы всегда, несмотря ни на что... Да! Короче, вам еще раз привет и смотрите! Ребят, честно скажу, в такую погоду лучше сидеть дома. Ну, что не сделаешь, шерповоды своих не бросают. Если они, конечно же, настоящие шерповоды. Потому что это может случиться с каждым. Все, собрали вещи, взяли покушать. Пятнышко просится с нами поехать. Ну, наверное, не возьмем его пятно. Ну, куда ты? Ты что? Там же водяная операция, на воде все будет проходить. Кажи, кот не водолюбивый. Акваланг оденем и нормально. Я же трансмиссионщик! Это же как раз моя специальность! Вы что делаете-то? Берите меня с собой! Мишанька точит цепь, потому что вездеход висит на пне еще. Его как-то надо будет срубить с него, срезать. Собственно, это и послужило причиной... Будем сру-бать! Собственно, это и послужило причиной того, что поломался вал. По незнанию. Пилот отчаянно управлял вездеходом. Вот, ребята, представился случай. Посмотрите, какие у нас консервы уже. Поржавели такие. Но они вздутые. Ничего, все с ними нормально. Можно есть. Восемнадцатый год, а тут где-то даже семнадцатый год есть. Тряхнем стариной. Ну, по всем нашим расчетам, ничего с ним не должно произойти. Кушали такие уже. Так что это самое. Тут вот жаркое. Все с ним хорошо. Под вебасту поставим и скушаем. Вот еще полезная штука такая. Это вот такие вот сумки из ЭВА. Мы их покупаем на Озоне. Покупали, сейчас уже нету там их. Ну, надо поискать просто, где они есть. Удобно чем? Ну, вот она в сложенном состоянии. Разложена она вот такого вот объема. Она герметична. То есть, ну, вот здесь только через верх может залиться что-то. Мы в нее собираем всю нашу хавку. С кастрюлями, с плитками, с тарелками, с прочим. Вот в два таких ящика. И раз в палатку перешел, у тебя все твои причиндальчики уже с собой. Ну, и также можно как органайзер для разных других вещей. Они разных цветов бывают. У нас это корпоративный цвет оранжевый. Так что возьмите себе на вооружение вот такие сумки. Может, где купить сами посмотрите. Очень удобно. Они бывают разных размеров. От 30 сантиметров длиной до 55. Вот, ребят, еще. Смотрите, с собой удобно. Болгарочка. У нас мы Девольтовскую купили. В принципе, Девольтовскую выбрали, потому что у нас уже был шуруповерт, аккумуляторы от него. И взяли вот болгарку. Очень удобно с собой. И такую же еще взяли электропилу. Аккумуляторную. Тоже с этими же аккумуляторами. И вот так у нас весь инструмент Девольт и аккумуляторы Девольт. Две штуки нам будет хватать. Ну, купим еще парочку потом. Сегодня пила у нас сегодня пришла, а мы ее еще не получили. Вот мы едем на спасательную операцию вместо получения разных заказов и обкатки. Ну, пятнышко, ну не можем мы тебя с собой взять. Ну, там мокро. Ну, я знаю, что ты трансмиссионщик. Да, лучше тебя никто в этом не разбирается. Но ты же сам понимаешь, ты там пропадешь, там болото. Ну, как тебе не страшно? Мне за тебя страшно. Ты же мой кот. Где потом такой специалист? Ты у нас будешь трансмиссионщик-теоретик. Рассказывай Мишане, что надо делать. Давай, поучи его пока. Расскажи, что надо делать. Да ты что, неужели это прям вот так и делается? Ключи вот эти не забудь, Миша. Вот, все. Проверил, все, то есть в порядке? Все. Ты гадана выезд. Слишком часто Беда стучится в двери, Но нетрудно Спасателей поверить, Лишь стоит только их позвать. Друзей не надо долго ждать. Чип-чип-чип-чип и тейл Бам, спешат. Чип-чип-чип-чип и тейл Лучше всех Они всегда спешат туда, Где ждет еда. Там, где они Всегда успеют. Сергей нам позвонил где-то Часов в десять, Пока мы подсобрали вездеход, Пока собрали вещи, Потому что у нас все было разобрано, У нас в планах не было никуда выезжать. Абсолютно. Сегодня была куча других дел. Ну, Что делать? Многие возьмите на заметку, Кто ездит на вездеходе, То, что должен быть зип. Ну и, конечно же, Смотрите наши ролики По замене. Допустим, у нас есть ролик По замене Центральной цепи На вездеходе. Кто не знает, Хотя бы просмотрите Или скачайте себе на телефон Этот ролик. Для того, чтобы вот случись чего, Чтобы вы знали, Чего вам надо делать. Ссылочка на ролик Будет в описании под этим видео. Итого, ехать нам 195 километров. Ребят, ну а вот пока Мы едем спасать одну машину, Михаил успевает еще Консультировать Другие машины. Вот прислали видео, Говорят, что там гремит. Лечим по телефону, короче. Опыт нам это уже позволяет делать. Можете поставить Техлитровую банку солярки, Я ее заряжу. При добавлении в бак Расход уменьшится Плюс 10 лошадиных сил. Кстати, такая солярка Намоленная Скоро будет продаваться В литровых бутылках От Мишани. Герасим Шерп Намоленная Мишани. Ребятки, мы уже в Ногинске. Едем потихонечку. И всем, кто нас смотрит Ногинский Здоровенный, пламенный Привет, ребята. Мы сейчас выясняем В Мишани, Какая связь между Чапаевым и Ногинском. Потому что Памятник Чапаеву На въезде стоит. Вот хотим выяснить Какова связь. Кто знает, пишите Давайте в комментариях. Так, сейчас мы подзаправим Наши желудки сосисками Поедем дальше Добрались мы, ребят, до Шатуры И всем, кто смотрит на Шатуре Огромный привет, ребята Давай сюда Мои Это моя еда Ребята, ну вот Опять нас подписчики Атакуют Мы в Шатуре Инкогнито И нас нашли Приветствую Как зовут? Сергей Сергей, очень приятно Постречались Сергеем Пообщались В общем Всем подписчикам Из Шатуры Большой привет Акрану А мы побежали в машину Мокро Холодно Противно Дома надо сидеть А не спасать кого-то Однако Вот приятно Честно скажем Приятно Когда люди нас встречают Узнают Подходят Общаются Мы всегда только за Там фотографируются И прочее Ребят, единственная просьба Если стоим Где-то вот спим Не будите Есть время Подождите Но не будите Лучше записку какую-нибудь оставьте Потому что мы правда Когда в дороге Вот спим на заправках Или еще где-то Очень устаем И бывает Что вот Девять утра уже Вы нас раз разбудили А нам бы по плану Поспать до одиннадцати А мы уже уснуть не можем Потому что с вами Пообщались Проснулись Разбудились И вроде едешь И в дороге начинаешь клевать Потому что не выспался А так мы завсегда рады Только когда вы подходите С нами Разговариваете Общаетесь Нам это приятно Честно Слушай Я к Шерпу Почтовый ящик приделаю Точно Щелку сделаем Для корреспонденции Читать будем Рассказывать Ну и обязательно Конечно же Присылайте нам фотки Где мы запечатлены Если вы нас где-то видели Сфоткали Присылайте нам эти фотки Нам это интересно Мы сделаем рубрику целую Подобную Фотографии Попались Все Ребят Мы докушиваем И быстро поехали Сейчас уже темнеть начнет Мы до Шатура И я вспомнил Что забыл права Дома А я вспомнил Что не забыл А Мишаня вспомнил Что не забыл Вот пересел Сейчас будем ехать Смотреть Упадет чашка Или нет А там чай внутри Там чай да Внутри Время нажать на газ Вот такая наша Тура Так ребят Мы практически добрались Да Вот я сейчас получаю Координаты Где находится лагерь Здесь ребят Присутствует проблема Последней мили Вот вроде бы нам Километр остался Но вот по такой дороге Но пока Тундра едет Нормально все Навигатор все показывает Как вы видите Мы в чистом поле находимся Я думаю нормально Проедем Если что То сбросим значит Вездеход И поедем раздельно А если уж совсем плохо То можно Вездеходом Подтягивать машину То есть у нас были Такие варианты Мы как-то помню Да по три много Ты что Потеряемся опять Берем по три Сказал Из автобуса Не выходим Вот так ребят Поэтому я и не люблю Такие открытия Охоты Где есть люди И прочие вещи Ну потому что Делают из открытия Какой-то это Повод такой Насеренькаться так Что потом И уже открытие Не открытие И стреляют Не пойми куда И подсадных Уток расстреливают И чучела лупят Че так они делают В принципе Причина ясна Способы устранения Тоже ясны Количество времени Примерно Потраченное На эту операцию Скажем разом Все меньше и меньше Да С каждым разом Меньше Миша Это самое Набивает руку Но и Как бы мы Понимаем Что мы сегодня К 12 Должны домой вернуться Ночи В общем Так-то нам было Чем заниматься Но Шерповоды Своих не бросают Потому что В следующий раз Когда вас попросят О помощи А вы подумаете Они Занятся ли мне Чем более приятным Вот подумайте Не попросите ли вы Кого-нибудь Когда-нибудь Об этой помощи И поднимайте зад И вот В любую погоду Конечно Не на любое расстояние На разумное Но Надо А нас Команда Герасим Шерп География обширна Поэтому Можно В принципе В любом регионе Будет В скором времени Найти Людей Которые Смогут вам Помочь Ну как Члену команды Герасим Шерп То есть Можно будет В любой регион Поехать Во-первых В гости Друг к другу Это Ну знаете Как прикольно Собрались мы Там В Ханки-Мансийск А там тоже Есть член команды Герасим Шерп Который вас встретит С вами покатается А потом К вам приедет Или мы Взяли компанию Какой-то Поехали К кому-то В Владимирскую область О ребята У меня там класс Поехали Собрались Поехали Или кто-то Сказал А вот у меня Охотхозяйство Есть Прикольно Давайте туда съесть А поехали Собрались Поехали То есть С нами не скучно Мы не Сидим на месте И у нас Всегда Есть Что-то полезное В наших поездках Это обучение Это просто Ну вот Даже Понимание Того Как надо Делать Чтобы Получать удовольствие От Владения Вездеходом А это Торфаштрасса Не кончается Никак И мы уже Проехали километр А никаких Белых автобусов Нету Ребят Решили здесь Разгрузиться Потому что Дорога Раздвояется И в силу этого Раздвояемую Дорогу Можно здесь С этим Автопоездом Пороться А так Мы сейчас Быстро съездим Проверим Где что Держим 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 А все Вот так Ничего себе На уток Это Она их борет Или приманивает А она их из воды Вытаскивает Она их ест Вот так вот Я думал Они на нее нападают Они собираются В качестве еды Они собираются ее Пожалеть Утки А вон лодка Владелец вездехода Не пожелал Быть в кадре Это его право Ничего страшного Поэтому Его вы наверное Скорее всего Не увидите Будем показывать Машину Ну и все Происходящее А в лодке здесь Заходите А не дальше Вон он Вон он Сюда Вот Промедно Сейчас тоже присядь. Нормально, что тут недалеко 200 метров пешком доеды возле него уже. Я шучу. Я шучу. Я шучу. Я шучу. Я шучу. Назад. 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 Давай. Раз. Ехали. Опа-да. Четыре мы его скукали. Слушай, наверное, мы его сдернем, да. Мы его сдернем, рывком сдернем его. Ну, я что-то я покажу. Ну вот, ребят, он повис вот так вот на пне. А Сергей начал крутить вперед-назад его без остановки, не останавливаясь. Вон, видите, шерклуб написано. А приезжает на выручку команда Герасим Шерк. Где у нас шерклуб? Продаем, рассказываем. Молодцы. Начал крутить вперед-назад без, не дожидаясь остановки колес. И получилась вот такая вот ситуация, когда сломал вал короткий. Это предохранительное звено единственное, которое выходит из строя. Чтобы не разрушилась коробка полностью. Будем менять. Вроде бы доехали. Ну вот, в общем-то, то, из-за чего мы здесь. Вот вал в положении неестественном ему. Вот. Сейчас все это будет разбираться. Для этого нужно вынуть вот эти вот крестовины. Каким-то образом все это разобрать. Вот. Дальше, если осколок выйдет магнитом, будет очень здорово. Если нет, вот с этой стороны нужно его протолкнуть. Для этого есть специальная инструментина. Ну что, ребят, не получилось у Мишаньки открутить болты. Мишанька, про какие болты хоть речься, покажи нам. Так, ребят, вот эти болты, которые крепят фрянцы крестовин. И ее надо снять, для того, чтобы вытащить этот вал. Вот обломанный вал. Проверяйте, на как они хорошо у вас. Можно ли его открутить ключом? Видимо, с завода они на такой герметик посажены, на локтайт посажены, что на фиксатор резьбы. Что отключить мы переломали все свои ключи, головки. Которыми не раз уже все это откручивали. И тут мы переломали все, что можно. Там стоит стопорная шайба и локтайт. Зачем там локтайт? Непонятно, если есть стопорная шайба. Если есть стопор, зачем там локтайт? Короче, подули тут на молоко. И в итоге мы не можем поменять. Сейчас будем пробовать эвакуировать. Хотя бы. Ситуация-то непростая, ребята. Посмотрите тут, что творится. Вот такой здесь кустарник. Вот такой кустарник. Жопь, короче. Жопь. Нам надо выбиваться вот сюда на протоку и по ней чопать вот туда вот выходить. Потому что больше вариантов я особо не вижу. Надо бить дорогу, пробивать сначала, а потом приходить к машине. Сейчас займемся уже. Что делать? Делать нефиг. Надо выручать. Так, ну а мне домашнее задание придумать ключ, который срывает болты, которые стоят на локтайде, затянуты хорошими головками в удобных положениях. Короче, ядовитую кислоту ядерную надо, чтобы палил на крестовину и растворилась нафиг. Новую поставил, дальше поехал. Потому что, ну это на нашем веку первый такой опыт. Опыт, да. Ну, вал. Как говорится, отрицательный. Бензоплазматрон надо, короче, завести, чтобы срезать болты все. То он, видите, наклейки клеят, а выручать не выручает нифига. Ёлки-палки. Клуб. Торговать и болтать. И вот для того, чтобы мы могли его буксировать без проблем, Мишаня снял цепь, потому что вал сломанный и может разбить коробку там до конца, подклинить его. Сняли центральную цепочку. Вот она, такая красивая. Конечно, надеялись, что можно будет поменять все на месте, но, увы, нельзя. Будем заниматься погрузкой. И дальше уже хозяин сам будет эвакуировать машину, вывозить и отвозить уже в сервис. Тем более, в Жуков гараже такое умеют делать, 100%. Но у нас сейчас задача вытащить его, потому что это будет гораздо сложнее, чем поменять вал. Проще это два часа заменить вал, если бы нормальные были болты, открутились бы. А вот то, что мы за два часа управимся с эвакуацией, я не уверен. Все, Мишаня цепляет. Попробуем его назад потягивать сейчас. Потом надо будет объехать и тащить. Блин, ориентация север. Я уже опять запутался, где мы, куда нам ехать. Ночью очень проблемно ориентироваться. А тем более, карты этого района у меня нету, я ее не делал. Из глаз кровь идет, елки-палки, поэтому и снимать сложно. Куда он забрался? И как его отсюда доставать без хода? Это вообще жопа. Я вообще не представляю, блин, что это будет, да? А вот как предстоит Адова. Обездвиженную машину надо вытащить из такой жопы. А это реально жопа. Ничего, шик, клуб. Будете своего шлуба все спасать? Или наклейки только вешать умеете? Парки, я не знаю, что тут. Вам видно, не видно? Ну, мне страшно. Мы сами ели денег. Вон она, протока, да? Неприятно, здесь такие волышки. Надо было это сам видеть. До них везде код может цепляться. Мы не сдаемся, упремся, но пройдем. Ребят, у меня карты нет у этой местности, но я включил. Я включил эту самую. Кстати, а если я сейчас раздам... Сейчас я попробую раздать Wi-Fi и загрузить сюда хоть какую-то карту. Ребят, я загрузил карты. Хоть как-то можно будет ориентироваться, куда нам надо прибыть. А нам надо прибыть вот сюда вот. 400 метров до точки. Так, куда он, да? Давай, пробуй. Что, не сдвигается? Ну вот, видишь, я же говорю, пойдет. Итак, ребята, еще 50-й раз. А, подернем. Эх, не пошел. Да, ребят, работа та еще. Вперед надо. Вперед и левее пробовать. Сейчас ломаем кусты. Что? По инерции будем дергать, выломаем кусты. Сейчас и все, пойдет. Давай! Давай, блин! Право, право, право. Я пробую. Давай! Зараза! Пошел! Слава тебе, яйки! Слушай, я думаю, нам нужно... Я думаю, нам нужно сходить на это самое. Сходи сейчас и посмотреть, что там. Вот сюда вот. Мы сейчас отсыпимся и пойдем посмотрим. Что дальше-то? Что дальше-то? Поехать. Ну да, какая разница, где он будет сидеть. Хорош, стой! Ага, все, взял веревку. Ваша главная задача. Молодьба и маслоздача. Достаточно быстро Сергей у нас скучало ехать в обездвиженном шерпе. И он перелез к нам в вездеход, где можно было хотя бы поболтать. А шерпу на привязи было абсолютно все равно. Несколько раз мы оставляли вездеход и пробивались вперед, чтобы понять, есть ли какая-то впереди дорога, чтобы не запороться двумя машинами. Потому что если заехать в какой-то тупик еще и с обездвиженным вездеходом, будет совсем уже хорошо. Вот, влево вроде можно. В общем, снаряжение. Дорогие, очень большое внимание. Пила, все это должно быть. Вот, мы понимаешь, мы выходим на день, берем еды на неделю. Да, а тут ошибок. Тут никто на помощь не придет. Потому что там, если понадобится этот болт, только вертолет. Это 200-300 тысяч рублей. Вот так они и гребли. Два километра в час. С вездеходом на горбу. Вторая передача у нас. Можно побыстрее, но не нужно. Здесь сразу поворачивали. Он чуть-чуть пролюбил. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Стой, секунду. Да. Погоди. А, вот, нормально, все, пошли. Стой, 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 назад. Назад. Пипец. Чего такое? Пилить, а будем. Что? Пилить, говорю, будем. На пень засадили. Во, отлично. Я лучше вообще задний проходчик. Ну ты. Спасибо. Снова идем на разведку. Пробивать дальше маршрут. Вроде движемся в правильном направлении. Ребята, пробиваем вот эту вот протоку. Если она нас приведет к выходу, это будет очень хорошо. По крайней мере, по картам выход здесь есть. Моя ошибка, конечно, что я при выезде не подготовил карту, но времени у нас уже не было особо. Да и думал, что, приедем. Да, утки, утки плавут, ребят. Вот. Оп, 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 оп. Подраны. Подраны. Она летать не может. Зацепим малыша. Что? Я говорю, зацепим малыша. Все готово. Да-да, я здесь уже на посту стою. Все, ребятки, взяли на буксир. Идет потихоньку. Я посмотрю, что там Мишке видно. Я так легко иду. И теперь пошли. Давай, газой. Давай, давай. Слышал? Да. Нормально идёт. Всё, уже чуть-чуть осталось. Верно. Всё, уже пошли. Верно! Верно. Верно. Капец Ну, ребят, наконец-то мы вырвались на сушу И все вроде как хорошо осталось Выгрузить машину на прицеп И мы можем тогда с чистой совестью поехать домой Осталась мелочь, ребята Через автодома проехать на дорожку Мишань привязывается Что-то мы подустали, честно сказать Не выбились из графика Все, ребята, будем мы чай пить с Мишаней Иначе нас сейчас порубает в дрова Гера, тащи как есть Обеими бортами Все, давай, 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 давай Обеими бортами тяни, 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 тяни Давай, 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 пошел Пошел, пошел, влево, влево, влево О, хорошо! Хапнул, видать, масло или воды, борта хапнули, нифига не тормозят. Я рычаг вытаскиваю до конца, вытягиваю. Ничего, прям, как будто там жирная жижа такая везде. Фрикционы в масле, рулится плохо, поэтому поедет у нас на коротком поводке. Так, слышно, Герб, меня? Слышите нормально, все, поехали. У нас состоялся ужин, состоящий из рёбрышек, лепёшки и хорошего настроения, потому как мы находимся на твёрдой земле. Давай, давай, вправо, иди, иди вправо. Давай, сильнее, сильнее, вправо, сейчас автоном пилюсь. Повтори, чё? Заворачивай вправо, я. Так, Гера, остановись. Остановись. Чё такое? У нас очень опасно близко стёкла. Ребята, переехали мы. Каналу, блин, забыл я вам включить видео. Ну уж извиняйте, правда устали уже, голова кипит. С 10 утра как встали, так и всё. В дороге, в дороге, в дороге, в дороге. Но зато доброе дело сделали сегодня. Не оставили шерпа в болоте. Ребят, для вас прошло 30 минут. Мы же вытаскивали вездеход в течение 7 часов. Был уже час ночи, но надо было его ещё погрузить без хода полностью на прицеп затащить. Тоже была ещё задачка в условиях того, что очень узкая дорога. Ну и смотрите, как мы это всё пройдём. Так, продолжаем операцию. Автодома застряли. Сейчас поставим шерп на изготовку. Заведём тундру, и тундры вытащим автодом. Так, ну что, мы едем за прицепом теперь. Тут, короче, целая, блин, бригантина ананасов. Сейчас заберём прицеп, привяжем к шерпу как-то. Ребят, где только не встретишь подписчиков на охоте и то встретили в Шатурском районе. Вот так вот, говорит, а мы вас, говорит, знаем. Да, и все знают за лукой шерп. Да, это здорово. Всё, вот мы привязали прицеп вот таким вот способом к вездеходу. Его надо протащить метров 200. Ну что делать, надо. Всё, поехали. Подгоняем прицеп человечими силами. Вроде даже вровень выступает. Хотя нет, нормально. Миша, это уже не принципиально. Нам его просто надо сюда водрузить. Как он это сделает, не важно. Обездвиженный шерп мы на прицеп ещё не загоняли. Это как бы и нам будет хорошая тренировка. Всё, ребята, осталось затянуть лебёдкой вездеход на прицеп. Да бедлоков их изжал, резину. Их наоборот накачивать надо. А, ну тогда накачивать. А потом... Давай! Есть! Пошёл! Пошёл! Хорошо! Давай, родненький, давай, 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 давай. Меня только не убей, лебёдка. И всё, давай, 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 давай. 170 ампер лебёдка жрёт на максимальном усилии, ребят. Опа! Есть! Ура! Ура! Мишка этого мы ещё не делали. У нас получилось. Во! Ну всё, ребятки, у нас получилось. Мы молодцы. Сегодня была проделана хорошая работа. В какие-то моменты казалось, что она будет невыполнима. Но у нас всё получилось. Потому что мы команда. Команда Герасим Шерп. У нас, ребят, вездеход был разобран на доработках. Но по причине вот такого случившегося, что надо было спасать человека, шерповода человека, нам пришлось тяп-ляп всё сделать. Пришло съездить. Опа! Молодец, Мишань! Отлично вообще! Тяп-ляп сделайте. У нас уже этот тяп-ляп наш отваливается. Слышите звук какой. Слышите вон какой звук. Слышите, как звучит тяп-ляп наш. О, у нас ремень ещё оборвало. Наш тяп-ляп, короче, не выдержал. И оборвал нам ремень. Ну да ладно. Это мы починим. Мы трогаемся караванчиком. Время у нас 2 часа ночи. 3.47 ехать до дома. 198 километров. К 6 утра будем, дай бог. Всё, мы молодцы, на медаль. Мы сделали сегодня хорошее дело. Ну а завтра что, уже утро будет? Мы нам уже приехали, всё поставать. У нас зубы почистили и работать. Готовить дальше технику. А всё почему? Потому что мы, это, банда. Команда Герасим Шерп. Будьте в команде. И вообще шерповоды своих не бросают. Нам позвонили последним. Вот. В цепочке. Кому можно было позвонить. Ну так получилось. Ну приехали мы первыми. Ребят, кто бы знал, как приятно ехать в зад. Вот да, вот прям в тот зад, про который, да, вы сказали. Из того зада, про который мы подумали. Хе-хе-хе. Мы едем домой. Это здорово. Хе-хе. Пусть это будет в 6 утра, но мы будем дома. Так как права только у Мишани, я сейчас расскажу вам какую-нибудь вечернюю байку и лягу спать. Ребят, я вам как-то в серии показывал, как видят ёжики. Помните? А вот так вижу я, когда еду. Ну и вообще целый день вижу такой вот пасмурный день одеваешь, и у тебя прекрасное солнечное настроение. Ну только, правда, надо хорошие очки. А в солнечный-солнечный день я меняю здесь линзу, и они становятся тёмными. А у Мишки розовые очки. Он через розовые очки всё видит. Хе-хе-хе-хе. Да, Миша? О как. Всю обратную дорогу домой нас не покидало чувство. Чего-то сделанного по-настоящему. Чувство плеча и взаимовыручки, поддержки и крепкой руки. Надёжного товарища, идущего с тобой по одной колее и готового всегда прийти на помощь. Было легко и свободно. Устало, но радостно. На заднем сиденье позвякивало полдюжины сухого австрийского – это всё, что мы позволили себе принять в дар. Настоящие шарповоды своих не бросают. И делают это бескорыстно. Кто знает, когда ты сам бросишь крик помощи. А неким официальным дилерам из Москвы, которые с шашкой на голову и своим уставом ворвались в мир настоящего, предложил поработать над собой. Порядочно вести дела. Выучить матчасть того, что они продают. Научиться обслуживать и ремонтировать технику, ставить интересы соклубников выше своих целей наживы. Понять, как и почему самим, прежде чем кого-то, чему-то учить. Выручать членов своего клуба, а не продавать в это время вездеходы на сырном фестивале. Шарповоды, вступайте аккуратно, чтоб не вляпаться. Ну вот мы и добрались. 6.26, доброе утро. И начинаем новую серию. По заявкам наших телезрителей и радиослушателей. Па-пам!